Андрей Сазонов «Вся правда о гормонах и не только» Читает Андрей Новокрещенов «Взаимный обмен гормонов дает гармонию всему организму» Александр Беляев «Человек, нашедший свое лицо» От автора Гормоны — это посредники, без которых нельзя обойтись. Это вещества, без которых жизнедеятельность нашего организма невозможна. И не только нашего. В организмах животных и растений также вырабатываются гормоны. Название «гормон» произошло от греческого слова «гормао», которое можно перевести как «побуждаю». Все знают, что такое гормоны. И в то же время мало кто, кроме врачей, может дать четкое определение слова «гормон». Скорее всего, будет сказано что-то вроде «Это нужное вещество, которое вырабатывается в нашем организме». Да, с одной стороны, так оно и есть. Гормоны вырабатываются в нашем организме, и они организму нужны. Но желчь тоже вырабатывается организмом и тоже нужна для пищеварения, однако гормоном не является. И слеза, вырабатываемая слезной железой для смачивания и очищения поверхности глаза, тоже не гормон. Правильное определение будет звучать так. Гормон — это высокоспецифичное биологически активное вещество, вырабатываемое железами внутренней секреции, которое поступает в кровь и оказывает целенаправленное действие на клетки-мишени, удаленные от места секреции. Высокоспецифичное. Каждый гормон уникален, индивидуален и неповторим. Биологически активное. В наше время понятие «биологически активное» употребляется на каждом шагу, причем далеко не всегда к месту. Но о биологической активности гормонов говорится не ради красного словца, поскольку они на самом деле участвуют в осуществлении определенных процессов жизнедеятельности организма. Биологическая активность гормонов очень высока. В ничтожно малых количествах они оказывают выраженное действие на организм. Поступает в кровь. Это очень важное уточнение, поскольку гормоны транспортируются по организму с кровью. Целенаправленное действие. Каждый гормон имеет свое конкретное предназначение и регулирует определенные функции организма. Одну или несколько. Образно говоря, у каждого гормона есть одна или несколько профессий. И действуют гормоны строго в рамках своих профессий. Клетки-мишени. У каждого гормона есть своя мишень. Конкретные клетки, с рецепторами которых гормон взаимодействует. Удаленные от места секреции. Гормоны вырабатываются в одном месте, то есть одним органом, а действуют в другом. Так, например, гормон роста соматотропин вырабатывается в гипофизе. Что это такое, вы узнаете из первой главы этой книги. А действует на кости, на печень, на поджелудочную железу. Если вам интересно, как действует в вашем организме компания посредников гормонов, как гормоны управляют вами, то эта книга для вас. Не бойтесь того, что вы чего-то не поймете. Мы будем говорить простым и понятным языком, без злоупотребления научными терминами и без заумных рассуждений. Эту книгу можно было бы с полным на то правом назвать «Курсом эндокринологии для чайников». Познавать тайны своего организма не только увлекательно, но и весьма полезно. «Познай самого себя» было написано на стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах. Эти слова касались не только духовной составляющей, но и физической. Что наша жизнь? Игра гормонов Глава первая. Эндокринная система Знаете ли вы, что означает в биологическом смысле слово «орган» и что такое система органов? Подозреваю, что на этот вопрос почти все слушатели ответят утвердительно. Тогда вот вам другой вопрос. «Голова, рука и сердце являются органами?» Правильный ответ будет таким. Из всего перечисленного органом является только сердце. Руки и ноги относятся к конечностям, обособленным от туловища парным придатком тела. А голова — это часть тела, в которой находится несколько органов — головной мозг, глаза, язык и так далее. Есть такой каверзный вопрос, который преподаватели анатомии любят задавать первокурсникам. Ухо — это часть тела или конечность? На первый взгляд ухо вроде бы конечность, поскольку является обособленным от туловища парным придатком. Смешно? Но ведь логично же, не так ли? На второй взгляд ухо вроде бы часть тела, поскольку оно выполняет сразу две функции — воспринимает звуковые колебания и обеспечивает способность удерживать равновесие. В ухе, если кто не в курсе, находится вестибулярный аппарат, орган, воспринимающий изменение положения головы и тела в пространстве, а также направление движения тела. Но правильно будет назвать ухо органом. Сложным органом, выполняющим несколько функций. А то, что мы называем ухом в обиходе, то есть ушная раковина, в анатомическом смысле является наружной частью органа под названием ухо. Так вот, давайте внесем ясность. Органом в биологии и медицине называется часть организма, выполняющая определенные функции — одну или несколько. У сердца, например, функция всего одна, если не вдаваться глубоко в научные дебри. Посредством сокращений обеспечивает ток крови по кровеносным сосудам. А у легких — несколько функций. Помимо своей основной функции, газообмена между атмосферным воздухом и кровью, легкие обеспечивают воздушный поток для создания звуков голоса, служат защитным барьером, который препятствует проникновению в организм возбудителей ряда инфекций, а также служат резервуаром для накопления крови, одним из так называемых кровяных депо, или депо крови. Сосуды легких легко растяжимы и вмещают довольно большое количество крови. Совокупность органов, участвующих в выполнении одной общей функции, называют системой органов. Ключевые слова — одной общей функции. Сердце и легкие не могут относиться к одной системе, поскольку один орган перекачивает кровь, а другой осуществляет газообмен. А вот легкие и трахея относятся к одной системе, безусловно, поскольку выполняют общую функцию. В организме человека различают следующие системы органов. Нервную, эндокринную, пищеварительную, дыхательную, мочеводелительную, опорно-двигательную, покровную, кровеносную, лимфатическую, иммунную, включающую в себя помимо иммунной системы органы кроветворения. Половую, сенсорную, органы чувств. Все системы важны, все системы нужны, но есть две системы, которые условно можно назвать самыми главными. Это нервная и эндокринная системы. Самыми главными они считаются потому, что регулируют и координируют работу других систем. Можно сказать, что нервная и эндокринная системы являются системами-руководителями, а остальные системы — исполнителями. Как по-вашему, может ли один и тот же орган относиться к разным системам? Может. Конечно же может, если обладает соответствующими функциями. Так, например, мочеиспускательный канал, да, если кто не знает, то это отдельный орган у мужчин, относится как к мочеводелительной, так и к половой системам. Общий обзор систем органов на этом заканчивается. Сейчас мы познакомимся поближе с эндокринной системой. Без этого знакомства у нас никакого разговора о гормонах не получится, а получится только пустопорожнее, бессмысленная и беспредметная болтовня. Но ведь нам-то надо предметное и со смыслом, верно? Эндокринная система состоит из желез внутренней секреции. Стоп! Сразу возникает несколько вопросов. Что такое железа внутренней секреции? Бывают ли железы внешней секреции? Если бывают, то чем железы внешней и внутренней секреции отличаются друг от друга? Все очень просто. На все три вопроса можно ответить одной фразой. Если железа имеет выводные протоки, по которым ее секрет выделяется наружу или в какую-то полость тела, то она относится к железам внешней секреции. Если же не имеет, то относится к железам внутренней секреции. Возникает четвертый вопрос. Как, то есть, куда выделяют свой секрет железы внутренней секреции, если у них нет протоков? Непосредственно вымывающую их кровь выделяют. Клетка выделяет выработанный секрет в межклеточное пространство, откуда он всасывается в кровь. Отношения между клетками желез внутренней секреции и кровью можно сравнить с отношениями работника и работодателя. Работодатель кровь обеспечивает клетки питанием, доставляя им кислород, глюкозу и другие нужные для жизнедеятельности вещества, а клетки вырабатывают гормоны, которые кровь у них забирает. Такое вот получается взаимовыгодное сотрудничество. Молочная или слюнная железы — это железы внешней секреции, поскольку у них есть протоки. Щитовидная железа протоков не имеет, и поэтому считается железой внутренней секреции. Железы внешней секреции называют экзокринными. Это название образовано от греческих слов «экза» — «наружу» и «крино» — «выделяю». Железы внутренней секреции называют эндокринными, так как «эндо» означает «внутрь». Отсюда и эндокринология — наука о железах внутренней секреции. Эндокринная система состоит из следующих желез внутренней секреции. Щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая железа — тимус, гипофиз, гипоталамус, эпифиз, поджелудочная железа, надпочечники, параганглии, половые железы, яички-семенники у мужчин и яичники у женщин. Название большинства желез внутренней секреции известно и совершенно далеким от медицины людям. Хотя бы раз, мельком, но слышали, а вот загадочное слово «параганглии» многие слушатели этой аудиокниги, если не подавляющее большинство, явно услышали впервые. Параганглии — это название в переводе с греческого означает «находящиеся около нервного узла», представляют собой скопление клеток в нервных узлах и около крупных кровеносных сосудов. Среди эндокринных желез есть железы, которые одновременно являются как железами внутренней, так и внешней секреции, поскольку имеют выводящие протоки и вырабатывают несколько секретов. Такие железы называются железами смешанной секреции. К ним относится поджелудочная железа, которая вырабатывает гормоны, поступающие в кровь, и пищеварительные ферменты, поступающие по протоку в двенадцатиперстную кишку, а также половые железы. В качестве эндокринных желез половые железы вырабатывают половые гормоны, а как железы внешней секреции — половые клетки, сперматозоиды и яйцеклетки. А теперь ответьте вот на такой вопрос. Что есть в любой системе вне зависимости от ее предназначения, принадлежности и прочих факторов? Затрудняетесь ответить? Тогда вот вам подсказка. Слово, являющееся правильным ответом, начинается на букву И. Иерархия. Конечно же, иерархия — порядок подчиненности низших звеньев высшим. По иерархическому принципу эндокринные железы подразделяются на главные, которые называются центральными, и периферические. К главным относятся гипоталамус, эпифис и гипофис, которые осуществляют контроль за деятельностью всех прочих периферических эндокринных желез. Эндокринная система, как уже было сказано, одна из двух главных систем нашего и не только нашего организма. А гипоталамус, эпифис и гипофис — главные железы этой главной системы. Образно их можно назвать сливками общества или элитными органами организма. С одним лишь уточнением. Если гипофис и эпифис представляют собой органы, отдельные железы, то гипоталамус — это не орган, а участок промежуточного мозга. Чтение или прослушивание научно-популярных книг сравнимо с прохождением через непроходимые дебри. Встретив очередное препятствие, нужно брать в руку мачете или какой-то другой аналог топора и прорубать путь дальше. То есть, встретив что-то непонятное, нужно сразу же получить объяснение, чтобы с полным пониманием продолжать прослушивание или чтение. Итак, наш головной мозг состоит из пяти отделов. Переднего, образованного большими полушариями, промежуточного, среднего, заднего и продолговатого мозга. Продолговатый, средний и промежуточный мозг составляют так называемый ствол головного мозга, который словно шапкой покрыт двумя полушариями. Задний мозг включает в себя части, которые называются мозжечком и мостом. В гипоталамусе находятся более 30 скоплений нервных клеток, которые называются ядрами гипоталамуса. Эти нервные клетки особенные. Они отличаются от прочих своих коллег, то есть нервных клеток способностью вырабатывать особые вещества, которые стимулируют или угнетают выработку гормонов гипофизом. Стимуляторы называются либеринами, то есть освободителями, а угнетатели — статинами, название образовано от греческого слова статас, означающего неподвижный. Гипоталамус представляет собой связующее звено между нервной и эндокринной системами организма. Он объединяет нервные и эндокринные механизмы регуляции в единую нейроэндокринную систему. Гипофиз — железа внутренней секреции, расположенная у основания головного мозга, является связующим звеном между гипоталамусом и остальными железами эндокринной системы. Гипофиз очень мал, его масса у взрослого человека не превышает грамма, но про него с полным на то правом можно сказать «мал да удал», потому что именно гипофиз передает команды от гипоталамуса к другим железам. Если сравнить гипоталамус с верховным главнокомандующим, то гипофиз окажется в роли начальника генерального штаба. Из-за нерушимой взаимосвязи гипоталамус с гипофизом обычно рассматривают как единую гипоталамо-гипофизарную систему, командный или, если хотите, управленческий аппарат эндокринной системы. Счет гормонам, которые вырабатываются в гипофизе, идет на десятки. Среди них такие важные гормоны, как соматотропин или гормон роста, гонадотропины, стимулирующие секреторную деятельность половых желез, вазопрессин, который вызывает сокращение кровеносных сосудов и повышение артериального давления. Эпифиз, также называемый шишковидным телом, это младший член руководящего эндокринного триумвирата. Шишковидным телом эпифиз назвали из-за его эллипсоидной формы, напоминающей еловую шишку. Подобно гипофизу, эпифиз имеет маленький размер, до одного сантиметра в длину. Гормоны, вырабатываемые эпифизом, оказывают тормозящее действие на развитие половых желез и на выработку ими половых гормонов. Также гормоны эпифиза влияют на секрецию некоторых гормонов в надпочечниках. В эпифизе вырабатывается гормон мелатонин, регулирующий деятельность организма соответственно суточному ритму. Вообще-то, у мелатонина несколько функций, и одной из них является угнетение выработки некоторых гормонов гипофиза, например, соматотропина. Таким образом, младший член руководящего эндокринного триумвирата эпифиз воздействует на вышестоящий гипофиз. Возникает закономерный вопрос, почему так устроено? Ведь деятельность гипофиза регулирует гипоталамус. Случайность это или некая закономерность? На самом деле, ничего случайного в нашем организме не существует. В нашем организме все закономерно, логично и направлено на выживаемость в постоянно изменяющихся условиях внешней среды. Суть компенсаторных реакций, или, если хотите, компенсаторных возможностей организма, заключается в том, что функцию поврежденных органов и систем берут на себя другие структуры, не пострадавшие от действия повреждающего агента. Поэтому у многих органов есть дублеры, выполняющие часть их функций. Например, эпифиз частично подстраховывает гипоталамус. Щитовидная железа расположена в области шеи, ниже гортани и перед трахеей. Эта железа формой напоминает бабочку. В сравнении с гипофизом и эпифизом щитовидная железа может считаться великаном, поскольку ее вес у взрослого человека составляет от 15 до 25 граммов.